Политик, президент партии Союз правых сил Леонид Гозман. Здравствуйте. Добрый, добрый, добрый не скажешь. А вот, знаете, я тоже не смог. Хотел сказать вам доброе утро по привычке. И добрые не произносятся. Что доброго нет. Вы знаете, я слежу за международной реакцией, честно говоря. Она кажется мне, ну, потрясающей. Президент Франции Франсуал Ланд решительно осудил убийство в Москве оппозиционного политика Бориса Немцова. Воговорится в коммунике Элисейского дворца посол Германии надеется на скорое расследование. Я думаю, что и не только посол Германии, но и первые лица Германии скоро скажут свое слово. Обама выступил со специальным заявлением. Обама выступил со специальным заявлением. А на сайтах мировых агентств и англоязычных, например, СМИ, убийство Бориса Немцова действительно первая мировая новость. Убит один из главных оппозиционных политиков Российской Федерации. Что изменится в России после убийства Бориса Немцова, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, ничего хорошего-то не будет. Мне кажется, что убийство Бори – это действие, сопоставимое по своим последствиям с убийством Кирова и с поджогом Рейхстага. Это вот такое действие, после которого страна начинает поворачиваться и идет каким-то уже другим путем, да? Вот наша страна и вчера-то была уже не сильно привлекательной, а сегодня в этом смысле становится совсем ужасной. И, ну, я думаю, что это, знаете, это второй акт той драмы, которая началась, когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал замечательные слова «Пятая колонна» и «Национал предателя». Вот, когда ты говоришь про «Пятую колонну», то обязательно будут стреляться. Твои опричники, не твои опричники, чужие опричники. Это не важно, кто уже, да? Но стрелять будут обязательно. Вот начали стрелять. А это значит, что и у вас появилось чувство страха, и люди скорее будут скрывать свои оппозиционные и отличные от официальных властей соображения насчет устройства российской жизни, или обозляться, выйдут на улицу? Есть какие-то прогнозы, может быть, это даже, знаете, из разряда психологических прогнозов? Ну, вы знаете, как всегда в такой ситуации будет меньшинство, которое, наоборот, озвереет и будет вести себя жёстче. Будут люди, которые будут вести себя, конечно, будут себя вести осторожнее. Но, понимаете, насчет чувства страха не боится только идиот. Вот нормальный человек, он, вообще-то говоря, боится опасности. Это обычное дело, и когда Боря получал угрозы в сетях, ну и когда очень многие получают эти угрозы, и я греш на это, в общем, нормально, да, в общем, удовольствие это не доставляет, поверьте, совершенно не доставляет. Когда тебе пишут, что там тебя вот достанут и так далее, ну, не сильно приятное дело. Ну, дальше это уже твой выбор, как ты себя ведёшь. Я думаю, что больше народу будет уезжать сейчас. Вот, значительно больше, ну... Леонид, вы знаете, у меня наивный вопрос. Я возвращаюсь. Я возвращаюсь. Да, у меня наивный вопрос, но, тем не менее, знаете, последние месяцы иногда кажется, что президент Российской Федерации, Владимир Путин, он больше занят внешнеполитической повесткой, играет в такую сложную шахматную партию с Америкой. И то, что происходит в России, в некотором смысле, отдано на откуп людям, которым он, ну, наверное, доверяет внутреннюю политику. На ваш взгляд, это воспримет российское руководство, первое лицо, близко к сердцу? Или это будет событие, которое мало повлияет на политику российского президента? Ну, знаете, во-первых, мне кажется, что международная политика российского президента и внутренняя неотделимы друг от друга, одна является продолжением, другой абсолютно, это вот, это одна и та же политика. И я думаю, что он с равным вниманием относится и к внутренней политике, и к внешней. Может быть, он передает экономику, там, каким-то людям, которым доверяют, но к внутреннеполитическим проблемам он относится, мне кажется, мне кажется, что он относится очень серьезно. И мне кажется, что на внутрополитическом развитии нашей страны, и так же, как на ее внешнеполитических действиях виден отпечаток личности первого лица. Вот это вот он, это вот он проявляется, это его такая, ну, как это, ну, в общем, проявление его личного, да? Вот. А как он дальше будет себя вести, я не знаю. Мне кажется, знаете, вот мне уже давно кажется, что у той ситуации, в которой мы с вами все находимся, к сожалению, нет мирного выхода из нее, нет мирного выхода. Мне кажется, что они вот посеяли ветер, а теперь мы все будем пожинать бурю. У меня один последний вопрос, я его сегодня задаю всем, кто близко знал Бориса Немцова, и мог узнать от него фактическую информацию о том, наблюдал ли он за собой какую-либо слежку, наружку и другие глаза, которые приглядывали за ним накануне оппозиционной акции. В последнее время я его не видел, я его несколько месяцев уже не видел, так получилось, но когда мы как-то несколько месяцев назад подробно разговаривали, то, ну, определенные, как мне кажется, обоснованные беспокойства у него были. То есть он говорил о том, что за его жизнью приглядывают? Ну, он считал, и, по-моему, не без оснований, что им достаточно серьезно занимаются. Это просто важно, потому что люди, которые за ним приглядывали, если такие были, возможно, были свидетелями убийств. И знают больше, чем, возможно, знают даже его спутница Анна, которая не видела, судя по всему, преступников, потому что стреляли из-за спины. Это вы такую хорошую версию озвучиваете, что они за ним приглядывали, и поэтому видели убийцу. Это хорошая версия. Спасибо. Можно придумать... Можно придумать еще десяток, Леонид, это понятно. Да, нет, можно придумать сильно хуже, знаете. Можно придумать сильно хуже, да, мы не будем на этот счет распространяться, но только и мы, и вы, и я понимаем, что убийство произошло в самом просматрив... А в одном из самых просматриваемых всеми возможными камерами и глазами мест Москвы. Ближе уже только Гремль. Ну да. Ну, понимаете, тогда вот... Ну, вообще-то говоря, это, конечно, еще и послание всем тем, кто недоволен политикой, которая в последнее время проводится. Это послание им всем. Вот. Вам, вам, мне, слушателям, зрителям, дождя. Это вот всем такой страшный привет. Теперь все зависит от того, как...